Храних нам многое вето, многое вето, многое вето, многое вето. Новое вето, новое вето, многое вето, многое вето. Новое вето, новое вето. Новое вето, новое вето, новое вето. И поэтому они отправились в Иерусалим. В седьмой день Господь был принесен в храм, в седьмой день Господь был обрезан. И после этого, в течение сорока дней, в дни очищения, они пребывали в Иерусалиме. А после этого, как мы сегодня в Евангелии слышали, ангел Господень во сне, явись и Иосиф, и сказал, возьми отрача и матерь его, и беги в Египет, доколе придет исполнение времен. И вот Иосиф и святое семейство уходят в Египет. Очень много на пути было скорби и трудностей, опасностей, смертных опасностей. И покуда сказал Господь, сказал ангел Иосифу, чтобы он пребывал в Египте, доколе не умрет. Иосиф и святое семейство пребывал в Египте, доколе не умер. Ирод. И только после этого они вернулись назад и поселились в Назарите. Это очень важное событие, говорящее о том, что и нам всем должно понимать, что не все в нашей жизни будет гладко. И не обещает Христос нам сладкой жизни, спокойной и мирной. Потому что сам, едва успев явиться в этом мире, едва ангели только возвестили миру спасение. Слава Вышне к Богу и на земле мерчается благоволение. Так же мы радовались, так радовался мир рождения у Христа. Но не так все просто. Слишком много уже зла в мире. И поэтому это зло восстало на Спасителя. И сразу же начались гонения. И еще младенцам ему пришлось покинуть Иерусалим и бежать в Египет. Но опять-таки все промыслительно. Ибо Египет был к тому времени местом разврата, языческого неистовства. И именно туда должно было явиться святому семейству, чтобы сокрушились идольские капища, чтобы демоны были посрамлены. Поэтому, дорогие мои, встречая Рождество, встречая праздники Господни, мы должны понимать, сколь мы должны готовы быть к испытаниям нашей жизни. Потому что некоторые думают, что они пришли в храм. Даже трудно сказать, что начитались книжек, потому что, я помню, в мое время книжек-то и не было таких духовных. Это было так трудно достать книжку. А сейчас столько книжек, но их уже не читают. Потому что появился интернет. И вот многие, насмотревшись фильмов, красивых роликов, послушал красивые изречения отцов, побывал у каких-то популярных духовных отцов, матушек, успокаиваются. И считают, что они уже духовны и живут духовной жизнью. А вот тех рогатых, вот тех демонов, которые сидят, они не учитывают, а они все-таки сидят. Они поджидают, когда мы споткнемся. И ух, как они ненавистно смотрят на каждого, который идет ко Христу. И поэтому, как часто мы, думая, что мы уже чего-то достигли в духовной жизни, падаем, обозлившись, обидевшись, раздражившись, разгневавшись, возненавидев, осудив, оклеветав. И впадаем еще в лучшее состояние, потому что при этом мы себя называем христианами. Мы не хотим, чтобы нас называли язычниками. Мы христиане. Здесь нам хорошо, комфортно и уютно. Придя в храм, видя благолепие богослужения, видя доброжелательные люди окружающих, нам хорошо в этой среде. Но если мы не станем над собой работать, если мы не будем, не захотим отказаться от того зла, которое сидит в каждом из нас. А Господь нам сейчас дает прекрасную возможность. Он явился в мир, родился в мир, искупить нас от грехов. Он так и сказал. И нам надо воспользоваться. Но это болезненно. Нам надо увидеть в себе все то злое, что есть. Обличить себя, очистить себя, остановиться тогда, когда приходит желание мстить. Когда кто-то уязвляет нашу гордыню. Наше самолюбие, когда кто-то говорит о нас плохо. А мы ведь уже почти на небесах, на облацах небесных, несенные ангелами. И вдруг, как обухом по голове, кто-то нас судит. И мы раздражаемся, злобимся, ненавидим, забывая о том, что только что ангелы благовестили в мир явление Христа. Только что мы в храме славословили, воспевая славу Вышнему на земле и мир. В человечествах благоволение. А куда же делось наше благоволение? В нас, в человечествах. А злоб дьявол похищает. Похищает это благоволение из наших сердец. И как важно нам быть бдительными. Пускай нас тысячу раз ругают, бьют, убивают. Но мы должны быть со Христом. Я вчера послушал проповедь отца Олега Стеняева. Он рассказал о том, как в эти дни был убит священник, московский один известный священник, хороший священник, Данил Сысоев. И он рассказывал, когда это все случилось, он был особенно с ним близок. Когда все это случилось, и его забрали в морг, конечно. То есть, оказывается, у него была возможность убежать. В алтаре была лестница, которая вела на крышу, из которой можно было спрыгнуть в сугроб и убежать. Но когда убийца вошел в храм и стал кричать, где Сысоев, он не испугался. Он вышел и был убит. Жестоко, зверски. Выстрел один раз, потом, как теперь говорят, контрольный выстрел. И вот эта чистая душа, он настолько был чистый человек. Почему я говорю, я тоже был с ним, с моим родным братом, а не кумовья, вместе учились. И он действительно был чистый человек. Чистая неподдельная вера. Чистая искренняя душа. Он действительно был, как младенец. А когда-то он сказал, что мы должны быть младенцами. Почему мы так почитаем вифлеенских младенцев, убиенных за Христа? Потому что они были самая первая и самая чистая жертва. Уже мученики первые за Христа. Вифлеенские младенцы. И вот именно их избирает Господь. И вот такая душа, потому что именно в это время был убит отец Даниил. И эту душу принимает Господь, как младенца. Отец Александр Дняев рассказывает, когда пришли в морг облачать его и вывезли его тело, все поразились. Он улыбался. Улыбался, как ребенок. Я вам скажу, более того, когда мы приехали в морг забирать отца Никона, полные страха и ужаса, некоторые священники прилипли к двери, и так их невозможно было оторвать. То, что меня поразило, совершенно спокойное и безмятежное выражение лица отца Никона. Это было выражение человека, успокоившегося, исполнившего свой долг для Бога. Умиротворение, тишина и легкая улыбка была перед нами лица. Поэтому, дорогие мои, Господь нас призвал не для того, чтобы мы, соприкоснувшись с христианством, возлетели на облацах небесных. Нет, не для того. Но чтобы мы вместе со Христом прошли весь этот путь скорбей, страданий, начиная от вифлеемских младенцев и далее, и далее. И взошли тоже на своих голков, и тоже приняли, и спили эту чашу, но уже со Христом. Потому что без Христа страшно, а со Христом ничего не страшно. И пусть Господь укрепит нас и поймет, что не здесь, на земле, нам надо выстраивать свой дворец или свое почитание. А там, на небесах, вот там мы должны найти себе и Господа возлюбленного, и друзей, и Матерь Божия, которая так нас любит, и те наши предки, которые ушли в вечность, которые так хотят нам только одного спасения. Никто из наших родителей, родственников, предков не хочет, чтобы мы попали в вечную тьму. Даже если и они туда попали, они хотят нам лучше. Поэтому и мы потерпим все те трудности, которые случатся в нашей жизни. Не будем поддаваться на искушение, не будем слушать клевету, злобу. Пусть говорят, пускай. Если нам приходится это потерпеть, мы очищаемся. Если мы виноваты, а мы виноваты. Ведь не по заслугам наших Господь дает нам спасение. Вот сегодня в молитве читаешь, когда мы просим Господа о милости, мы, священники, говорим, небо сотворихам, что благое пред Тобой. Ничего не сотворили благого, ничего. Яко рабы, не ключи, не есть мы. Так нас учит Господь. Небо нашим заслугам, не хватит нам заслуг наших, чтобы спастись. А только по великой милости Божьей. Потому что небо сотворихам, что пред Тобой благое, ничего благого не сотворили. Наши грехи, наше самолюбие, наша гордыня. Вот что нас губит. Вот что пожирает, поглощает все доброе в нас. Перечеркивает. И вот с этим мы должны бороться. И помоги нам, Господи, в эти светлые и святые дни, когда Господь нам дарует радость. Радость о рождении Своего. Особую радость. Ведь каждый испытал эту радость. Сохранить эту радость для того, чтобы в будущем, когда придут к нам какие-то скорби, чтобы мы смогли с благодарностью Богу их претерпеть. Потому что перед этим Он дал нам радость. Радость, напитавшую, укрепившую нашу душу. И этой радостью мы должны жить. Этой верой в будущее мы должны жить. Сейчас время, когда Господь особо печется о нас. Все те войны, которые идут и которые грядут на нас, это время испытания нашей веры, нашего благочестия, дабы мы не испугались, не отступились, ибо нет ничего страшнее страха, когда человек предается страху. Помните, Господь всегда говорит, не бойся, только веры. Вот всегда Он об этом говорит. Нечего нам бояться с Богом. Плоть наша все равно рано или поздно возвратится в землю. А душу нашу убить никто не может. Поэтому давайте учиться любить всех. Всех, как отец Иоанн Кристианкин говорил, нам невозможно, чтобы нас все любили. Всегда найдутся и ненавистники, и завистники, и злорадники. Но нам любить надо и необходимо, и должен. Поэтому давайте, мои дорогие, отбросим все скорби и печали, которые приходят к нам, все болезни. Возблагодарим Бога за пройденный нами путь. Подумаем, как исправить ошибки в нашей жизни. Что мы еще должны исправить? А исправить надо много. И с этой благодарностью войдем в новое лето Божьей благости. С надеждой обновиться, войти в новую жизнь. С новыми силами и новым желанием исправить свою жизнь. Подражать Христу. Возлюбить ближнего, как самого себя. Аминь. С праздником вас! Причастники, выслушайте благодарность. Причастники, выслушайте благодарность. Причастники, выслушайте благодарность. Песня. Песня.